С начала летнего сезона более полутора сотен заблудившихся грибников вывели из лесоспасатели. Поиски еще семи любителей тихой охоты продолжаются в Гатчинском, Тоснинском, Кировском, Выборгском, Вселожском и Бакситогорском районах. Что необходимо помнить, отправляясь в лес по грибы и ягоды, дальше в нашем эфире. Практически каждый выходной в службу спасения поступает по 10-15 заявок об ушедших в лес и не вернувшихся. Чаще всего теряются пожилые люди. Поэтому спасатели рекомендуют отправляться за грибами в утреннее время, предупредив своих близких. Стоит вооружиться телефоном, картой, компасом, надеть яркую одежду, захватить фонарик и спички. И не только в этом грибники должны быть бдительным. Кроме опасности заблудиться, угрозу могут представлять и грибы. Большое число видов двойников известно. Это ядовитые виды грибов, которые очень похожи на съедобные. Если мы говорим про белый гриб, то его можно спутать с желчным грибом. Он является не ядовитым, желчный гриб, но придает горечь всему грибному набору. Сказаться на качестве приготовленного блюда может и неправильный выбор места сбора. Так не рекомендуется охотиться вдоль дорог и рядом с промышленными объектами. Там грибы накапливают тяжелые металлы, что приводит к повышенной концентрации вредных веществ. Пока спокойными можно быть только в наличии, а точнее отсутствии радионуклидов. Радиационный фонд в области в норме. Если говорить о содержании радионуклидов, то, конечно, здесь делаются достаточно предметные анализы. Это на территории Чернобыльского следа. Такой территорией у нас является Кингисепский район. Но даже там превышение не выявлено. Последнее, с чем еще остается бороться регулирующим органам, несанкционированная торговля грибами. Ведь если раньше были пункты сбора, где был учет и проверка, то сейчас продавцов с ведерками вдоль дорог сложно контролировать. И хотя отравления грибами в области пока не зарегистрированы, предупрежден – значит вооружен.